Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Хавейл М6. На видео автомобиль с бензиновым мотором объёмом полтора литра турбо, с передним приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля белый перламутр. На автомобиле установлен пластиковый обвес чёрного цвета по периметру кузова. Колёсные арки декорированы чёрными пластиковыми накладками. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 225х65. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Автомобиль оснащён рейлингами. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова, а ручки дверей с хромированной отделкой. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащён системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Интерьер автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское кресло оснащено механической регулировкой по высоте. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащён аналоговой панелью приборов с многофункциональным дисплеем посередине. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащён светодиодными фарами. Передние противотуманные фары светодиодные. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стёкла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 170 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъёмниками. Только водительский стеклоподъёмник с доводчиком. Регулировка корректора фар. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка отключения системы помощи при движении по склону. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. На многофункциональный дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и индикацию системы мониторинга давления в шинах. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четверти дюйма. В составе акустической системы 4 динамика. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Климат-контроль однозонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Иконка переключения и рециркуляции воздуха. Иконка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения, электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев однорежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек без макияжного зеркала. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. В потолке предусмотрена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Подлокотник регулируется по вылету. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники и две ниши для мелочей. В основании передней панели предусмотрен USB-разъем. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральной консолью со стороны пассажира предусмотрена розетка на 12 вольт. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. В потолке предусмотрено освещение для пассажиров. Сидения второго ряда без центрального подлокотника. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Для пассажиров предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 808 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть за фиксатор. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 1700 литров. для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 143 лошадиные силы. Мы с вами осмотрели кроссовер Havail M6 с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо, с передним приводом и с механической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM, ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Хавейл Борисхофф, автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok